Я не говорил этого, я не говорил. Хорошо. Тогда почему ты... Почему ты представил меня неправильным образом? Я не говорил, что ты... Любой, кто следует принципам ислама, которые не подходят этой стране, он должен идти туда, где ему подходит. Ладно. Какие принципы ислама не подходят этой стране, которые не сходятся с западными ценностями? Убивать неверующих. Разве это не упомянуто в Коране? Ладно, помедленнее, помедленнее. Разве это не упомянуто в Коране? Помедленнее, мы сделаем это. Нет, мы проанализируем то, что ты сказал. Надеюсь, с твоей помощью. Пункт за пунктом. Есть только один пункт. Хорошо. Сейчас ты утверждаешь, что Ислам говорит «убивайте неверующих». Разве не так? Нет, не говорит. Не говорит? Хорошо. Тогда в чём разговор? Тогда в чём разговор? Помедленнее. Успокойся. Прошу прощения. Кто сделал утверждение, что Коран говорит «убивайте неверующих», я или он? Я. Правильно. Докажи своё утверждение. Потому что ты только что сделал экстремистское утверждение. Это называется экстремистское утверждение. Разве не так? Ты отрицаешь, что там так сказано? Подожди, подожди. Ты сделал утверждение как экстремисте. Поэтому я хотел бы, чтобы ты подтвердил свои утверждения доказательствами. Где исламский текст говорит «убивайте неверующих»? Прошу. Мой друг, то есть ты говоришь, что он этого не говорит? Я только что сказал это. То есть ты говоришь, что он не говорит этого? Смотрите. Это называется Коран. Нет, я задал тебе вопрос. Это английский перевод Корана. На, держи. Нет, я не буду трогать его. Подтверди свое экстремическое заявление. Я использую это, когда пойду в туалет. Подтверди свое экстремическое заявление. Вы ведь слышали, что он сказал? Он сказал, в следующий раз, когда он пойдет в туалет, он использует это. Насколько неуважительный человек может сказать подобное? Брат, прошу, можешь оставить эту дискуссию? То есть ты говоришь, что это не упоминато в книге? Вы настолько отстали? Я уверен, что ты читал это. Подожди, подожди. Я уверен, что ты читал это. То есть это Коран? Да, покажи нам. Это перевод Корана на английский язык. Покажи нам. Я не буду трогать это. Хорошо, скажи мне, где я могу найти твое утверждение? Я сам буду держать его. Тогда почему они убивают нас? Подожди, подожди. Почему они планируют убивать нас? Почему 20 тысяч человек находятся под наблюдением? Хорошо. Почему 20 тысяч человек находятся под наблюдением в этой стране? Я скажу тебе почему. Брат, будь терпеливым. Будь терпеливым. Почему есть люди, которые убивают детей в Ванчестере? Их взрыв в Лондоне 2005 года. Это ведь не мы. Брат, прошу, подожди. Ты хочешь, подобно ему, вести эмоциональную дискуссию или рациональную? Почему они делают это? Брат, прошу, послушай. Ты хочешь вести эмоциональную дискуссию или рациональную? Брат, прошу, послушай. Ты хочешь вести эмоциональную дискуссию или рациональную? Хорошо. Сейчас. Моё имя Мансур. А твоё? Брейден. 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 Хорошо, Брейден. Сейчас я заметил, что... Ты пытаешься контролировать дискуссию. Скажи мне, когда закончишь. Хорошо, ответь мне на этот вопрос. Почему есть 20 тысяч человек, мусульман, в списке наблюдения, которые потенциально могут быть причастны к террористическим актам? Почему есть некоторые люди, сотни или тому подобное, которые отправляются в Сирию? Хорошо. Первый вопрос. Почему есть более 20 тысяч человек в неком списке наблюдения? Потому что они под наблюдением по какой-то причине, правильно? Потому что они потенциальные террористы. Почему они там? Я думал, что ты закончил. И теперь моя очередь. Причина, по которой я повторил вопросы, чтобы ты понял, что я услышал тебя. Почему есть некоторое количество людей или большое количество людей, которые отправляются в Сирию? Конечно, если они едут в Сирию, они едут туда, чтобы сражаться, либо тренироваться, или ещё что-то, правильно? Хорошо. Так что я сразу заметил, что ты перевёл тему. Первоначальное заявление, которое ты сделал, было «Пусть валят из этой стороны все люди, которые следуют Исламу и следуют за этой книгой». Поэтому изначально мне было интересно узнать, какие принципы и ценности из этой книги, которые противоречат вашим ценностям или западным ценностям. Ассаляму алейкум, братья и сёстры. Я хотел бы порекомендовать вам очень хороший YouTube-канал под названием «Поистине». На нём наши братья делают хороший политический анализ, обозревают и делают комментарии на важные события. Братья и сёстры, давайте вместе поможем их каналу развиться. В этом, иншалла, будет благо для нашей умы. Прошу, подпишитесь на канал «Поистине». Ссылку я оставлю в закреплённом комментарии. Я задал тебе вопрос. Брейден, Брейден. Да. Послушай, у меня очень хорошая память. Я уже повторил вопрос, который ты задал. Но я хочу обратить твоё внимание на то, что ты поменял тему. Первоначальное обсуждение оспаривало твоё оскорбительное замечание, за которое ты не хотел извиниться. И есть люди, которые поддерживают твоё право оскорблять других. Так что я бросил тебе вызов привести мне доказательства. Почему они взрывают людей? Нет, извини. Почему они режут нас? Почему есть 20 тысяч мусульман в списке наблюдения? Брейден, послушай. Разве они не мусульмане? Разве они не следуют этой книге? Брейден. Как они могут приводить слова из Корана и убить 22 ребёнка? И ты защищаешь их? Сообщи мне, когда закончишь. Потому что очевидно, что ты ещё не закончил. Ты будешь защищать их? Будет ли у тебя достаточно терпения, чтобы я мог закончить свой ответ? Потому что ты вернёшься к другому пункту, который я сказал, что все люди, не мусульмане, все люди, которые следуют этой книге, буквально им не рады в этой стране. И они не согласны, к сожалению. Конечно. И по какой причине ты сказал это? Почему есть 20 тысяч человек в мусульман в списке наблюдения, которые взрывают наших детей, режут нас на мостах, притесняют нас? Хорошо. Что ты хочешь ещё? Они насилуют нас. Хорошо. Давай поймём кое-что. Если мусульмане... Разве ты не осуждаешь их? Я осуждаю их. Они должны быть строго наказаны по закону. Да, я согласен, что те люди, которые совершили эти преступления, чья вина была доказана, они должны быть наказаны законом. Они являются преступниками. Но то, о чём я спрашивал, было совсем другое. Потому что ты сделал утверждение, что они следовали этой книге. Сейчас. Что в этой книге Гаран? Разве я и менял моё утверждение? Подожди, подожди. Которая продвигает ценности, которые несовместимы. Ты сказал, что эта книга говорит «Убивайте неверующих». Я бросил тебе вызов, говоря «Нет, не говорит». Но затем ты изменил свой вопрос на то, почему люди едут в Сирию. Вопрос номер два. И вопрос номер один, почему в списке наблюдения более 20 тысяч человек. Позволь мне объяснить тебе, почему. Первый пункт. Коран не говорит «Идите убивайте мирных жителей, невинных людей». Но Коран говорит «Сражайтесь с теми, кто сражается с вами». Это означает, что если ты сражаешься с мусульманами, в контексте войны, тогда они не будут говорить «О, позволь нам обнять тебя и расцеловать и одарить цветами». Нет. Но они будут сражаться и защищать. Потому что это естественный ответ. И во-вторых, Коран нигде не говорит и не поощряет убийства невинных людей, невинных гражданских жителей. Поэтому твоё утверждение, что мусульмане делают это следуя этой книге, совершенно необоснованно. Убивайте всех неверующих. Извини, твои утверждения, совершенно необоснованно. Вот так просто мы опровергаем подобные утверждения. И теперь перейдём к твоему утверждению, почему люди делают это. Это люди, которые не следуют этой книге. И затем играть в азартные игры, а не мусульмане. Извини, ты позволишь мне закончить? Ты долго говоришь. Нет, я пытаюсь ответить на твой вопрос, а у тебя нет терпения. Люди, которые сделали это 2005 года или 2009-2011, они... Убери от меня свои руки. Заткни свой рот. Брат, извини, прошу. Брат, встань сюда. Начни, я потушу тебя. Извини, брат, прошу, скажи. Ауузибилляхимна шайтона, рабжим. Начни, я потушу тебя. Извини, брат, прошу, скажи. Ауузибилляхимна шайтона, рабжим. Ауузибилляхимна шайтона, рабжим. Сейчас я отвечу на вопрос, потому что Брайдан, очевидно, не умеет контролировать свои эмоции. Те люди, которые делают это, Они идут против четкого принципа из Корана и Сунны, и исламского учения. Так что очевидно, что они не следуют Исламу. Так что наш друг, как его там звали, Брейден, то, что он не осознает... Но мы говорим это очень ясно тем людям, которые идут и убивают неверующих или что-то еще. Только потому, что они неверующие. Они не следуют учению Корана. Потому что Коран не учит этому. Вот так просто. Разве Ислам и иудаизм не учат любить своего ближнего? Заботиться о своем соседе? Так как вы можете пойти и убить неверующего соседа? Это не имеет никакого смысла. Помнишь, мы как-то обсуждали это раньше? Так что мы говорим, что эти люди руководствуются своими эмоциями. Мы называем это эмоциональной промывкой мозгов. Так что наш друг, с которым я разговаривал, и несколько других людей, которые были здесь до него, на самом деле им промыли мозги с помощью эмоций. СМИ промыли им мозги. Им промыли мозги, поэтому они думают, что мусульмане приходят, чтобы забирать их ценности. Они серьезно? Если вы посмотрите на исламскую историю, в Сирии не сейчас, потому что сейчас беспорядок. Но до этого более тысячи лет были церкви на одной стороне улицы и мечети на другой стороне. Мусульмане и христиане жили бок о бок более тысячи лет. Как это возможно, если Коран говорит убивать неверующих? Как возможно, что церковь и мечеть стоят напротив друг друга в Дамаске? Потому что ислам относился ко всем по справедливости и терпимости. Только потому что ты не согласен со мной, это не значит, что я должен искоренить тебя. Нет. Различные веры могут существовать вместе. Это возможно. И это было всегда. Ни один человек не может изменить веру каждого. Поэтому мы призываем людей, и я хочу убедиться, мы призываем людей снять завесы, которые ослепляют вас этим эмоциональным промыванием мозгов средствами массовой информации. Ассаляму алейкум, братья и сёстры. Это автор канала «Призывдава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дауат. Аллах наградит вас за это. Ассаляму алейкум.